итак всем огромный привет мои дорогие давненько мы с вами не виделись сегодня так сказать за чаем поговорим поболтаем расскажу где была где пропадала сегодня к чаю чуть не нет сама блин ты его такие вот заскорузленькие такие вот давно значит не пекла и не жарила как сказать не жарила и вот обычно говорят первый блин комом у меня все комом вышли ну ничего главное масло побольше добавил сливочного сахарка ванильки да и часть лимона доходила кофе насчет кофе я много пила поэтому хотя кофе прикольный потом покажу что за кофе купил недавно но новенький попробовала обычно я пью президент кофе мне нравится в золотой упаковочке в красный вот а в белой попробовала щеку то очень очень терпкие какой-то горький я люблю мягенький сегодня часть лимона блинчики и будем с вами для начала закухим блинца для настроения и потом перейдем грустным разговором на самом деле потому что вы буду жаловаться вкусненько я переживала не самые простые для себя времена и не хотела появляться в кадре потому что когда человек страдает это видно это видно по лицу по лицу человека ты не надо и же такое выражение печать судьбы на лице да когда у человека там жизни происходят какие-то тяжелые события это отображается на его внешности видно что вот он страдал вот мне было видно что я страдаю может быть даже сейчас у меня может быть кого-то слегка осунувшийся вид лицо немножечко исхудавшие я страдала вот у меня даже не было аппетита вот такая вот ситуация даже аппетита не было у меня нормального так что случилось но все и сразу случилось знаете у каждого в жизни наступает какой-то такой момент когда кажется что все навалилось опять вот опять и это периодами в бывает да все все в принципе циклично и вы даже не только в жизни человека там экономики или еще в чем-то в природе да есть какие-то циклы вот там весна пришла радостно весна все цветет пахнет потом лето потом осень и все там пасмурно пасмурно пусыра потом зима холодная и потом все растают грязище говнище а потом природа просыпается да и это циклами постоянно в экономике циклы да есть периоды роста есть какой-то стабильности когда мы выходим на плато и у нас у всех более-менее там все налаживается потом опять все вниз все циклично в организме человека все циклами происходит до течение месяца меняется там наш гормональный фон наш еще что-то все все циклами 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 ну и в течение дня даже да как-то там сменяется наш сам самочувствие наше ощущение там бодрости и так далее короче вот в общем я вошла в фазу сейчас когда меня все под задолбала и все что я не делаю все как-то через жопу все с трудностями все с какими-то препятствиями расскажу кстати как ходила к стоматологу чем это для меня закончилась и историю вообще ну как закончится вообще история не закончена еще ходить ходить расскажу про документы в общем так наверное сначала про документы потому что это все коротко и быстро я все закончила я все подготовила осталось только записаться в посольство ну речь идет о документах на визу да если вы не смотрели давно вы в курсе вот и как казалось это не так просто посещение сейчас только по записи из-за коронавируса ну чтобы не создавать типа излишне толкучка все такое только по записи и я написала отправила запрос мне не отвечали там муж решил позвонить значит кончик почему не отвечают мы сказали что извините у нас вот сейчас нехватка кадров и мы конечно ответим и всем обязательно отвечаем на просто это будет не скоро сейчас мы обрабатываем почту только за январь месяц там за какое-то число а вода вас наверное очередь скорее всего дойдет концу февраля начало начало марта вот знаете я нервничала я начала торопиться как только мне пришли документы от мужа и быстрее быстрее что-то делать потому что я понимала что это займет много времени во всем этом разобраться самостоятельно без посторонней помощи да потом и помощь кстати пришла спасибо огромное девочку которые откликнулись написали мне потому что я посмотрела что они там не выслали что мы что-то обсудили поговорили я поняла что в принципе там все все я все подготовил я спокойно это для меня самое главное то есть знать что да я полностью готова я не люблю вот этих когда нужно действовать спонтанно да например есть люди которые не очень идентичны в разных вопросах но они могут действовать спонтанно то есть ой что-то не хватило ладно сейчас я что-нибудь выкружусь я куда-то поеду быстро быстро нам порешаю и прибегу обратно и там все сделаю да то есть нет я люблю я не люблю вот этой суеты дергатни я люблю все 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 крайне крайне педантичненько подготовить все 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 спланировать и чтобы вот все гладенько потом по итогу прошло я такая я люблю заранее да не люблю когда какие-то форс-мажоры мне заранее подготовилась и уже была на позитиве думаю сейчас потом это там пока рассмотрит ну с высокой долей вероятности отказать не должны вроде как нет никаких причин для отказа и там может быть уже в марте уже улечу да вот такие вот у меня были планы но как видите к марту я только наверное попаду в посольство да еще мне очень интересно я вот задумываюсь о том что такие проблемы с записью я подумала наверное в клинику надо заранее записываться у них там тоже очереди прописано уже на 200 лет вперед надо заранее ну короче это все не просто только пожалуйста не надо писать что типа если все не просто это не судьба я пообщалась с огромным количеством девочек сейчас они все через это проходят и не может быть такое что у всех просто не судьба но просто так это тяжелый процесс оформление документов для иммиграции в другую страну это принципе тяжелый процесс все сейчас еще на фоне коронавируса когда нет вот этих живых посещений ты не можешь просто завалиться спросить чё как и там расскажите мне да можно сейчас подам то есть этого нету ничего и все дистанционно происходит это замедляет процесс на сайте посольства висит сейчас объявление что они короче набирают сотрудников до 11 числа принимают заявки то есть теоретически можно предположить что только после 11 может у них кто-то там уже сильно после 11 появится какие-то дополнительные люди в штате во временные работники так далее что процесс будет пошустрее двигаться ну плюс сейчас очень много людей потому что на какое-то время были была приостановлена выдача каких-либо вообще виз и вот в общем так поэтому желающие накопились за это время пока документы никакие не принимали накопилась очередь так дальше дальше веселая история у нас будет про зубы еще бы того когда забыла забыла рассказать про бытовуху про в нее сниму отдельные видео бытовуха тоже уже меня задолбала да то есть я рассматривал все таки этот вариант этот вариант как временный но под затянулась все это дело я все еще тут и уже у меня терпение как бы лопается уже лопается я уже не могу это все вот это вот все терпеть все что тут есть это просто отдельная тема для видео так зубы я вам рассказываю предыдущих видео что я планируем там к весне и весну подлечить все зубы какие есть у меня нету каких-то супер значительных проблем мелкий какой-то такой кариес незначительный просто я не привыкла запускать потому что когда ты запустишь это все дело потом процесс лечения более долгий и более дорогостоящий и более болезненный для меня это принципиально потому что у меня аллергии на анестезию не проще прийти когда мне только-только появилась проблема там чуть-чуть посверлили мне пламбочек поставили и все я пошла то есть это не больно для меня не сложно и недорого вот естественно я решила этим заняться моя значит любимая мой любимый врач уже очень стар точнее стара и она практически перестала принимать не тяжело физически и она только два дня в неделю работает и работает естественно в основном с бюджетниками то есть теми кто приклеит прикреплен к медучреждению по месту работы ну короче так с бюджетниками лечит бесплатно зарплата у нее ну вы поняли вот то есть сейчас как-то к ней пробиться прорваться и так чтобы ей как бы не сделать проблем да потому что ну понимаете привести человека посадить в кресле тем более я так понимаю у некоторых там пуканы подгорают что тетя зарабатывает даже на пенсии что она принимает принимает каких-то клиентов зайти пациентов за деньги в общем стало понятно что мне сейчас уже не попасть специалист очень хороший очень честный очень профессиональный с огромным стажем больше тридцати пяти лет постоянно чему-то обучающийся человек до чтобы идти в ногу со временем знать все технологии ну вот увы все не попасть естественно это очень напрягает потому что выбор стоматолога и так иногда был волнуешься и боишься дойти когда ты идешь к незнакомому человеку это вообще очень страшно в общем я записалась в это же учреждение естественно на платные услуги к другому специалисту и пошла пошла к этому стоматологу конечно много волновалась ну так в меру да потому что никаких сложных манипуляций мне не предстояло и я думала что но все пройдет простенькая без всяких затей но затеи у нее были первое что она мне решила сделать и что мне никто никогда не делал раньше это загнать сейчас если вы кушаете открючитесь на несколько секунд загнать короче мне нить по десну в десну до кажется это называется ретракт ретракция да механическая это когда нить по десну есть какая-то еще химическая ну короче цель отодвинуть десну десны у меня прилегают очень плотная значит к зубам я тут хорошо они не хорошие крепкий и короче началась вот эта экзекуция она мне раз начала всю эту десну полечила зуб но полечила нормально ладно все окей говорит через два дня пройдет короче мне ничего это не проходило я пришла на следующий прием уже с жалобой говорю десна болит и только тогда она мне дала куда-то там мазь и сделал какой-то мазевый короче компресс и после этого в десна успокоилась ну десна успокоилась времени прошло много уже но назад она к сожалению не вернулась теперь она немного приспущена да и это конечно есть хорошо все стоматологи это прекрасно поймут что если должны быть на месте когда десна уходит вверх или вниз если это нижний ряд либо вверх это нехорошо до оголяется вот это как называется шейка зубы или что-то тому короче это пиздец товарищи вот это очень было болезненно ну представьте нить по здесь ну что это ну ну это просто пец когда я пришла с ней ко вторым со вторым зубом там тоже ничего сложного вот этот карис тоже ближе к десне рассказала но сейчас будем опять ставить нить я говорю знаете этот зуб у меня мне же уже лечили просто там ну как-то неудачно получилось и пломба выскочила я не знаю наверное может быть я виновата но это короче она очень долго служила очень долго стояла просто ну из-за времени так сказать и грини они не знайте говорю лечили без нити она ведь ну как можно это лечить без нити я говорю ну профессионально достаточно спотолка без нити а не загонял мне какие нити туда ну ну не знаю все таки нужно молки я сижу опять жду расправы она снова начинает загонять эту нить нить не лезет туда она мне с этим вот этой металлической хренью вот так вот прочесывает по десне но у меня просто соскальзывает и вот так вот и после этого она останавливается говорит ой нет наверное я но после того как она мне поцарапала десну кстати не подала виду что типа она поцарапала типа все нормально она видимо забыла что я не под анестезией и мне не надо царапать десну потому что я почувствую и в общем я буду недовольна и давайте так действительно можно же и так да можно же и так ну а почему бы раньше нельзя было так зачем мне вот эту соседнюю на соседнем зубе надо было распидорасить всю десну мне который теперь она уже выздоровела но она не поднялась из того уровня больше она не поднялась этого уровня на котором она была и я думаю уже никогда не вернется и думаю ну ладно ладно ну хотя бы визуально вроде как она все сделала аккуратно эстетически мне тоже показалось в первый раз что все аккуратно она мне что аккуратно красиво отточила ну вот на шлифовала пломбы вот эти вот новый не подумай ну вот конечно у нее странные методы работы но хотя бы вот эстетика не хромает мне так показалось лишь слепая девочка позже я обнаружила что и эстетика хромает но это уже отдельный разговор вот и есть мне еще один зуб он мертвый то есть но фактически он станет он как будто бы есть но он мертвый он пролечен там за поломбированный канал и ударены там тюнирование нервы как назвать ну короче это давно пролечен но в силу времени естественно там пломбы что-то которое на нибудь он немножко потемнело появилась небольшая дырочка сбоку естественно я решил узнавать что мне делать с ней да ну как то вот хотя бы эту дырочку убрать зуб то понятное дело не болит и болеть он не будет он не живой ну эстетически вообще туда будет попадать пища да это рассадник для бактерий и соседний зуб может из-за этого заболеть тот который живой здоров можно ли мне как-то ее брать запломбировать эту выручку шлифа мы там старую пломбу не знаю ну что нибудь да я все-таки не врач я спрашиваю у врача как что делать она вознесите снимок я ничего не знаю там надо посмотреть какая-то работа была проделана все ли там хорошо нет ли у вас на воспалительном процессе короче делаю снимок знаете лишний раз вот эти снимки конечно делать обучаться это не очень полезно для здоровья но и сделала конечно же это надо а посмотрел в лицо хорошо все пролечено хорошо корректно все там у вас нет никакого воспалительного процесса все вас хорошо ну вот я не знаю все равно не знаю как что нам с ним сделать может быть и не на может быть коронку давайте поставим корону и быть красивой это будет эстетично и ну конечно работа 100 не достаточно сложно долго это растянется но зато этой послужит долгое время но молодая думаю ну прям не коронка там мои годы уже какая-то коронка тем более он стоит да он там восполнен пломбой этот зуб состоит отчасти из пломбировочного материала внука это цементная какая-то пломба и она сделана тем врачом с которым которому я раньше ходила о том а ночью я не рассказывал очень хороший профессиональный врач то есть это будет стать миллион лет вот мы по моим ощущениям там вот эти все годы она очень долго там не стоит ничего не откололось ничего нигде не короче это хорошая работа и каналах и ну как канала доника ну короче все хорошо пролечь и тут она мне ну да у нее же как я уже выявил у нее есть склонность к экзекуциям разным и она говорит хорошо бы было это вскрыть вскрыть давайте вскроем давайте вскроем вот это вот канал и вот эти пломбы вытащим и посмотрим что там давайте все я такая сижу к если не думаю я вскрывать ты посмотрел снимок ты сказал что все хорошо что работа была проделана хорошая там предыдущим врачом что нет там какие выставительные процессы все хорошо все запломбированы канальчики вскрой вскрой и тут надо бежать нахуй отсюда я хожу в отпуск думаю это красиво слава богу запишу другому специалисту может быть она может у нее есть другое мнение другие идеи ну вы понимаете на человек который содрал тебе все десна вообще очень тяжело знаете еще предлагаю тебе там все вскрыть работу другого доктора вскрыть здоровый хорошую работу все там и дара сети что там кстати почему она сделала такое приложение исходя из того что если вы работа будет выполняться полностью ей эту гарантию дает она соответственно ей надо все с нуля типа сделать все скрыть скрыть чтобы она заново мне запломбировал канал она да теперь уже не она чтобы своими руками ну и вся дальнейшая работа тоже проделывалась ей там просто кто-то протезист или не знаю кто там у короче так то есть ради гарантии неважно что там пациент будет страдать просто давайте дело такое нажимаем гарантию давать на работу сейчас же везде у нас на же живем в эпоху капитализма сейчас же у нас все только деньгами меряйте но вы раньше это напрямую связано с деньгами да потому что если что-то не так я приду к не скажу твою циво меня что там баре и что же ей бесплатно мне переделывать и нет кому-то надо бесплатно кому-то что-то передел поэтому лучше там знаете помучить пациента на всякий случай там чтобы перестраховать свою задницу не важно короче этот зуб у меня завис на 8 число она меня записала такая бы там на какое время причем когда-то находила он там какой был числом короче думать до 8 числа этого столько просто меня не знаю почему на 8 записала по моему там больше недели полутора недель короче от этого посещения до 8 числа куда-то меня в жопу записала и еще такая в какое время вам удобно я говорю не рано не рано утром потому что я добираюсь к вам с другого берега у нас есть левый берег и правый берег в городе разделено естественно водохранилище я говорю я в недалеко и что в итоге я даже не посмотрела на какое время она не записала в итоге открываю кошелечек недавно у меня там лежит бумажка записи я смотрю что на меня на 10 утра записала то есть ну понимаете то есть явный человек как будто бы вот вредитель какой-то по натуре своей скажут сказала же не рано и я не знаю неужели на протяжении такого огромного периода времени не было другой даты чтобы записать куда-то я не знаю я не знаю чем на там руководство с короче мне это очень непонятно я вот теперь сижу в раздумьях и думаю не идти восьмого числа мне идти восьмого числа мне все отложить мне подумать мне я не знаю поискать других людей другую клинику я кстати пробовал это делать я начала рыться в интернете я просто хелела товарищи потому что у меня знаете такое животное чутье я очень хорошо реагирую на интуиция мне всегда подсказывает когда смотрю на лицо человека что за люди ну что за человек когда я начала просматривать разные клиники фотографии сотрудников этой клиники я просто знаете вошла в какой-то ужас одна такая явно знаете мясничка такая ей там не знаю рубать мясо где-то у другого чувака рот как будто бы перешитый серьезно я не шучу скорее всего там действительно была какая-то операция на рот будто он него губам придавали форму заново да и такое бывает у людей которые там подхватили какую-то очень тяжелейшую инфекцию и ротовой полости естественно начались какие-то страшные процессы некрозы и просто человеку пришло что-то отрезать чтобы не шел подружать дальше процесс потом это восстановить то есть него реально такой как мостик и такой пришит подшитый вышитый рот вышитый рот и там рубчики даже видны я хочу к этому доктору пожалуйста запишите меня именно к этому надеюсь мне тоже отрежут губы потом заново пришли в общем какой-то ужас и просто я вся сейчас каком-то страхе стрессе думаю может быть мне вообще никуда не записываться просто посидеть подождать пока меня отпустит и может быть придет какие-то светлые идеи мысли не знаю я не знаю короче чем не делать вот так итак напишите как у вас дела как вы проживали все это время какие у вас новости как у вас вообще январь прошел 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 как феврале настроение потому что я какие-то упаднические настроения в основном вижу вокруг себя вот с теми с кем общаюсь так все немножечко притухли не знаешь чем это связано вообще сказали что до конца марта будут сохраняться тенденции прошлого года есть у кого то что там не ладилось было тяжело в прошлом году то это будет длиться до марта где-то до конца марта не не до конца но где-то может быть там в середине марта где-то все изменится то есть действительно мы войдем в новый в новый год а не будет там волочить старые проблемы старого года в общем как-то так но у меня вот знаете как раз попу с гороскопом за гороскопом совпадают и так всем огромным спасибо за внимание забывать лайки подписывайтесь на канал